Приветствую всех поклонников танковых сражений, с вами Полфайр. Сегодня я наконец-то добрался до наземной техники. На канале, можно сказать, прошла череда авиационных обзоров и я рассмотрел практически все новые самолеты этого патча. К сожалению, для наземных сил в текущем обновлении было добавлено слишком мало машин, которые бы тянули на полноценный обзор. Но, тем не менее, я бы хотел о них рассказать. Как раз таки для подобной техники существует рубрика Блиц обзоров. Первым на нашем списке стал итальянский экспериментальный БМП Ч-13Т-90 или С-13Т-90, если читать на английский манер. Внешне он напоминает Дарда с башней от ОБЛ. Самое трагичное в этой машине так это то, что у нее установлено 90-мм орудие, стреляющее кумулятивами. Урона таких снарядов не ждите, особенно ваншотов. Вам придется каждый раз с точным выстрелом попадать в боеукладку, и то не факт, что она сдетонирует. Еще на выбор предоставляется бронебойный фугасный снаряд, но там тоже картина не лучше. Теперь я понимаю, почему Италия отказалась от этой БМП. В Артандере С-13 получил боевой рейтинг 6.7, и это при учете, что машина с аналогичным орудием, ОБЛ-74, находится на 6.3. Тем не менее, у экспериментальной БМП есть несколько плюсов. Один из них это шикарная подвижность. Машина быстро может занять позиции и оттуда уже вести разведку или пытаться кого-нибудь уничтожить. Отличный задний ход может помочь в отступлении, хотя мы редко когда выживаем. Обычно первый же выстрел отправляет нас в ангар. Также у нас есть шикарный зум у наводчика. Увеличение как у подзорной трубы. Это порой даже мешает, потому что наша замечательная баллистика не рассчитана на такие дистанции. Как итог, я могу сказать, что С-13 это проходная машина. Брони у нас нет, урон от пушки рандомный, и отличная подвижность тут нам никак не поможет. Даже если ее используют как быструю машину для фарма авиации, то обнаружится, что самолетов у Италии на этих БРах попросту нет. Да и сетап из танков нормально не сделаешь. Ближайшая техника по БРу это першинг на 6.3 или М47 и двухстолку на 7.3. Вот и получается, что С-13 полностью бесполезна. Если поставить БР 6.3, то еще можно будет собрать хороший стаб, но сейчас эта БМП просто никому не нужна. В этом патче также добавили еще одну модификацию Мардера. Из главных ее особенностей это наличие тепловизора и новая лента с ДМ-63. Пробивает снаряды 66 мм, что для боевого рейтинга 8.0 не так что и много. Какие-нибудь легкобронированные машины вы заберете, но против УБТ будет нелегко. Благо у нас остался ПТУР Милан, который может нам помочь в этом деле. Единственное, вам придется постоянно пополнять ПТУРы, потому что ракеты у нас по-прежнему всего 4. По ходовым качествам все осталось без изменений. Броня по-прежнему картонная. Но есть один плюс. Из-за дополнительных бронелистов автопушка теперь не пробивает наши ВЛД, что дает нам хороший шанс на ответку. Но это только работает на встречном курсе. Если БМП догадается пострелять башню или борт, то мы по-прежнему также быстро отлетим в ангар. Но несмотря на хрупкую броню, Мардер все же неплохо себя чувствует в бою, если нам конечно по пути не попадутся советские танки. Еще одна тачанка с автопушкой появилась в шведской ветке, только без ПТУРа и на боевом рейтинге 2.3. Броня пробития пушки доходит до 42 мм в упор, и из-за этого у нас начинаются проблемы даже с Т-128. Вот, к примеру, достаточно вспомнить, что в немецкой ветке есть флаг Панцер-1, который пробивает 64 мм брони и при этом находится на БРе 1.3. А вот мы можем спокойно попасть против 3.4 или СУ-122. И ладно, если бы у нас был стабилизатор, хорошая броня или подвижность, но ничего из этого у нас нет. Едем мы медленно, разворачиваемся, неторопливо, и пушка у нас без стаба. И такая же медленная наводка, а экипаж состоит всего лишь из двух человек. Уже как бы намекает, что мы отлетаем после первого выстрела, так как брони у шведской тачанки нет. В лоб нас пробивает даже с браунинга, не говоря уже про остальные пушки. Так что не вижу смысла в этой зенитке. Вот снизит ЕБР до 1.7, тогда еще можно поиграть, а сейчас это просто ненужная зенитка. Следующая в нашем списке китайская УБТ ЗТЗ-99-3. Честно сказать, я не нашел ни одного отличия от предыдущей модификации. Броня такая же, снаряды не поменялись, ходовые характеристики тоже не изменились. Внешние танки одинаковы, за исключением решеточных экранов на башне. По факту, нас ждет еще один такой же ЗТЗ-99 в ветке прокачки. Если сравнивать его с другими танками, то это можно сказать китайская версия 72-ки. ДЗ неплохо держит удары американских ломов, однако немецкий снаряд ДМ-53 он уже не остановит. К тому же, борта ничем не прикрыты и традиционно нет заднего хода. Что насчет снарядов, то китайский ломик чуть хуже 3БМ-60. Автомат заряжания по скорости аналогичен 72-ке, да и по ходовым качествам танк примерно похожий. В целом, ЗТЗ-99 хоть и что-то и может показать, но он непримечательный. У него нет какой-то отличительной черты. Если вы ищете китайский аналог Т-72Б3, только без птуров и бортовой защиты, то смело качайте китайскую ветку. Виккерс Марк 3. Танк отличается усиленной броней башни, которую по-прежнему зачастую пробивают, а если и побояться в нее стрелять, то обязательно прошьют корпус. Конечно, бывало так, что какие-то снаряды я все же отбивал башни, но если учитывать, что на этом боэре у танков есть ломы, туры, да и в целом есть кумулятивы, то наша броня не выделяется. Из плюсов, это более мощный двигатель, подвижность стала чуть лучше, хотя я бы не сказал, что предыдущий Виккерс какой-то был медленный. Плохо, что ради другой башни и другого двигателя ему дали БР-8.0. При этом у пушки упала скорострельность, перезарядка теперь не 5 секунд, а стандартные 6.7. Подкалиберные снаряды Л-28А1 заменили на М728. У них хуже пробой под прямым углом, но лучше по наклонной. Также в нашем арсенале появились кумулятивы, которые я использовал в большинстве случаев. Как итог, танк мне показался средним, и он меня как-то не зацепил. Предыдущий Виккерс мне нравился больше. В японской ветке появился еще один Тайп-74. Это уже четвертый по счету ВБТ, и на этот раз он станет самым младшим в линейке. По двигателю и броне отличия нет. Единственное, чем мы выделяемся, это отсутствие ломов. Вместо них у нас кумулятивы и бобсы. По итогу, можно сказать, что мы получаем неплохой танк по динамике, систему управления огнем, низким силуэтом и возможностью изменить клиренс. Но это по-прежнему Тайп-74, и следующие два танка в линейке будут мало чем от него отличаться. В этом патче среди наземных новинок в основном либо копии, либо переделки уже существующих машин. Прям уникальной техники немного. Я могу выделить лишь спрут, Тайп-89 и РСВ, и наверное сюда еще можно добавить Абрамс. Хотя бы геймплей он опять же будет таким же, как и остальные. Пишите ваше мнение по поводу наземных новинок, и не забывайте поддерживать канал. Также заглядывайте в описании, там имеется много ссылок на обучающее видео по авиации. Ну а я вам желаю легких фрагов и чистого неба над головой. Продолжение следует...